Как Вы относитесь к ипотеке? В Германии невозможно купить квартиру, накопив на нее. Мы вынуждены брать кредит. Я понимаю, о чем Вы говорите. Также Вы должны понимать, что когда человек берет ипотеку, он отдает себе правство. Добровольный. Проблема заключается в том, что мы не знаем нашу жизнь, нашу судьбу. Мы не знаем, все ли время в жизни я смогу работать. Может быть, я какое-то время не смогу работать, у меня здоровье не позволит. Вы же не знаете об этом. Дальше Вы не знаете, сколько Вы будете получать зарплаты в какие-то промежутки времени. Или знаете. Не знаете. Также Вы не знаете о том, какая экономическая ситуация будет в стране. Но я Вам могу сказать точно на 100%, чего я знаю точно. Во всех этих четырех случаях, которые я перечислил, когда Вы берете ипотеку, Вы не выиграете, а проиграете. Потому что банк это все учет, когда заключает с Вами договор. И те моменты, когда у Вас здоровье подорвется. И когда экономика станет хуже в стране, Вы будете от этого страдать, а не банк. И когда у Вас ниже будет зарплата, Вы за это ответите, а не банк. И так далее. Поэтому у меня к Вам смиренная просьба. Пожалуйста, берите ипотеку в 10 раз меньше, чем Вы запланировали. Покупайте квартирку намного меньше, чем Вам хочется. Возьмите, купите сначала очень маленькую квартиру. Которой, может быть, будет неудобно жить. Но которую можно легко выплатить. Хотя бы за год или за два. А потом возьмите побольше, расширивши в жилплощадь. И опять выполните небольшую ипотеку, возьмите. И так постепенно увеличивайте свои возможности в жизни. Я же лично никогда не беру прибиты ни на что. И мы живем по тем средствам, которые у нас есть. Строить так гораздо быстрее. Или покупать. Потому что, когда человек платит ипотеку, то он платит денег в два раза больше. Хотя это называется 10-8%. Это просто обман. Потому что, если Вы посчитаете, то цифра получается в два раза больше, чем это стоит. А если Вы потерпели немножко, и просто накопили денег, и заплатили, тогда получается в два раза меньше. Делайте вывод. И Вы можете при этом жить свободно. А? И Вы можете при этом жить свободно. Можете работать или не работать. Можете зарабатывать меньше или больше. Болеть или не болеть. Это Ваше право уже будет. Понимаете? Вы сами уже выбираете, как вам жить. Но когда человек берет ипотеку, у него нет права болеть, нет права не работать или получать меньше. Это называется рабство. Как бы Вы это ни называли, это называется рабство. Так? Трудно принять, конечно, эти мои слова, потому что можно сделать так. Правда. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...